Насколько Хакасия готова к уже стартовавшему отопительному сезону? Этот вопрос стал одним из главных на сессии Верховного Совета. О положении дел депутатам докладывало правительство. Также сегодня утвердили нового уполномоченного по правам человека. Подробнее о ходе заседания в рубрике «Парламентский дневник». На этой сессии волнуются даже те, кто отработал в парламентских стенах не один десяток лет. Не до лишних слов даже депутату, которая в кулуарах давно снискала славу «железной леди». Я сейчас, знаете, как спортсмен на старте, поэтому не сбивайте меня с рейтингу. Это еще один экзамен в карьере Светланы Могилиной. Та, кто долгие годы защищала закон «Бытность главы Комитета по конституционному законодательству». А в последнее время она же руководит аппаратом Верховного Совета. Сегодня защищать готова каждого человека. Светлана Могилина – кандидат на должность омбудсмена. Институт уполномоченного действовать должен на упреждение. То есть он должен работать на то, чтобы этих жалоб поступало как можно меньше. В общем-то на должность главного по правам человека в Хакасии претендуют трое. Игорь Ефремов, еще один советник главы Хакасии и участник СВО, по объективным причинам отсутствовал. А также занимающий этот пост последние пять лет Андрей Шулбаев. Вместе с новой программой Шулбаев, выступая в парламенте в буквальном смысле, и презентовал себя лично. Скажу о себе так, значит, перефразирую знаменитые слова поэта, дагестанского поэта Расула Гамзатова. Я Шурец для Хакасии, для России я Хакас, для всего мира я русский. Спасибо. В итоге большинство депутатов поддержали Светлану Могилину. Впрочем, теперь ее кандидатура должна пройти согласование в Москве. Мы здесь сейчас с вами выбираем функционера, чиновника по деловым качествам. У нас сейчас не вопрос национальной квоты, либо чего-то другого. И да, я люблю Хакасию, люблю всех, кто живет в республике. Еще один общечеловеческий вопрос повестки касается комфорта в холода. В рамках часа правительства руководитель профильного министерства доложил о готовности к осенне-зимнему периоду. Комплексный показатель уровня готовности жилищно-коммунального комплекса на сегодня составляет 91%. В настоящее время ресурсоснабжающими организациями республики введены в работу все основные системы теплоснабжения региона. В этом году из бюджета Хакасии на подготовку к зиме выделено больше 320 миллионов рублей. Тем не менее, беспокойство вызывают уже традиционные участки. Паспорта готовности рискуют не получить села Рассвет, Калинина, Приисковая, Черногорск и Сорск. В том же Сорске сформирован лишь двухнедельный запас угля. Это с учетом относительно теплой погоды. К сожалению, не во всех муниципальных образованиях запасы топлива на сегодняшний день соответствуют нормативу. И правительство республики вынуждено обратилось к нашим угледобывающим предприятиям об организации нам помощи. В целом же доклад по готовности к зиме звучит оптимистично обнадеживающе. Средства выделены, топливо закупается, идет планомерная работа с должниками. Но депутаты припомнили правительству прошлый год, когда на словах все хорошо, а в итоге и в расцвете авария, и в Приисковом. Не говоря про жителей Сорска, для которых шерстяные вещи в квартире, простая обыденность. Сергей Сокол призвал коллег сплотиться, так и любые холода пережить легче. Мы, депутаты Верховного Совета, готовы и всегда будем подключаться к этим вопросам, принимать участие в этом. Давайте вот, я просто прошу всех, кто здесь сидит в зале, всех фракций, если вы такие какие-то сигналы на территории ощущаете, давайте заранее как-то на наших площадках будем обсуждать. Константин Кравцов, Арсений Симонов, Вести, Хакассия.